Всем привет! Сегодня 10 мая. Не на шутку разыгрался у нас ветерочек. Градусы у нас 27. Но по прогнозам дождик должен быть. Очень даже рада. Я вот хотела сходить на огород туда клубничным грядком. Потом что-то подумала, ветер будет сильно в камеру задувать. Не пойду. Поболтаю здесь. В итоге, пока я настраивала камеру, думаю, посижу на веранде с вами поболтаю. Ветер быстро утих. Утащил вот эти вот тучки. Не дал дождю пойти. Хотя по прогнозам сегодня должен быть дождь. Может это и был дождь две капли. Ну ладно. Надеюсь, что еще пойдет. Не пойдет, значит, к вечеру. Надо эти грядочки полить. Четыре штучки. Мне одна женщина. И еще, по-моему, когда-то люди говорили, не называйте нас ребятами. Мы все взрослые. Не надо нас называть ребята, ребятки. Говорите как-то по-другому. Не знаю, как говорить. Товарищи. Или как? Женщины, мужчины. Подписчики. Слово подписчики я не люблю, потому что меня 50% смотрят неподписанные. Зрители. Просто зрители. Или как? Научите меня, как к вам правильно обращаться. Может действительно слушать это неприятно. Мне нравится, когда делают замечания. Очень даже здорово получается. Вот. В этот раз я очень внимательно читала все замечания. Так я пожаловалась на канал, на плохие просмотры. Но я, конечно, сдурковала. Надо было бы сбегать по другим каналам, по блогерам, ну, с которыми мы плотно общаемся, спросить у них. Я так и сделала после выпуска своего видео. Вот. Все то же самое сказали. И сказали, да, очень сильно все упало. Тоже никто не знает причины. У всех тематика разная. И деревенская, и колхозная, и городская, и сельская, и детская. И обзоры, и у всех разная, творческая, у всех разная. И у всех просмотры упали. Ну, про деньги мы все молчим. Про деньги вообще упали на 50%. Ну, это у всех одинаково, у всех так. Так что ничего страшного, значит. Это обычный кризис. Продолжаем вести канал, продолжаем работу. Многие про Яндекс.Канал сказали, что туда не пойду. Там надо регистрироваться. Регистрироваться там буквально два клика. Ничего там сложного нет. Но если вам сложно, конечно, не ходите. Я-то просто хотела, что для вас лучше, что там только одни рецепты. Больше там не будет ни котиков, ни моих болталочек, ни каких-то в логовых, которые многие тоже не любят. Там о путешествиях. Ничего им это не надо. Им нужно только рецепты. Вот я и предложила тем, кому нужно только рецепты, и пойти туда. Ну, нет так нет. На нет, а сюда нет. Ничего в этом страшного нет. Вы не думайте, что я прямо здесь все бросила и начну там что-то делать. Нет, нет, ни за что и никогда такого не будет. Нас теперь с Ютьюба выгонят только само обстоятельство. Когда всех начнут гнать метлой, тогда и мы уйдем. Я, кстати, подошла в первую очередь, думала о клубнике. Клубника очень хорошо пошла. А я-то к ней пришла, чтобы, думаю, мне люди-то сказали, говорит, ну, сказали, зачем, говорит, вам эта клубника, этих несчастных, две грядочки, одно только расстройство. Да, и уберите вы ее нафиг совсем. Лучше использовать эти гряды под что-то нужное. Я вчера вечером подумала, подумала, а может, думаю, действительно, думаю, сейчас выкопаю здесь, ну, эту клубнику, какая осталась там хорошая, пересажу сюда, вот, а одну грядку освобожу. Пусть, думаю, один год поплодоносит. Вот, а здесь я что-то другое посажу, думаю, тот же горох, свеклы мне надо побольше еще, думаю, посажу горох и свеклу. Вот, а здесь люди предлагают, что огурчики на улице тоже можно посадить, к осени они там вырастут, что-то да вырастет. Я сейчас эти две гряды не засаживаю, потому что еще рано, еще морозы будут, немножко попозже. И у нас не растаял компост. Одну часть компоста мы перенесли сюда, вот, а вторая часть еще у нас не растаяла. Растает и перенесем сюда уже, перебуровим и посадим потом. Ну вот, сейчас подошла я именно к клубничным грядкам. Так-то смотрю, она так хорошо пошла, клубника. И что-то как-то мне ее стало жалко. Думаю, да ладно, подержу еще годик. Такие кусты, вот, буквально три дня назад еще ничего не было. Ну, правильно, там у нас и тепла не было, тут три-четыре дня погрело, и сразу все пошло. И думаю, да ладно, оставлю, пусть будет пока. Черт с ним. Так что, спасибо, спасибо за советы. Спросила я про, а, кстати, еще про клубнику-то. А действительно, у нас у меня клубника, она, значит, посажена для того, чтобы она была. А у нас ее никто не ест, мне даже внук ее не ест. Ильгис ее не ест. И я маленько щипаю, я чаще всего соберу, заморожу. Мне годами она в морозилке валяется. Думаю, да, маленько там пощипать сходил, действительно, в магазин и купил, и все. И ничего, и не надо. Чем шлепаться-то с этим. Спросила я про траву, можно ли сушить траву. Вот это вот сейчас пойдет, идет уже так хорошо. Одуванчики, вот эти вот одуванчики. Я вот знаю, что они очень, ну, и хорошо любят куры. И спросила, можно ли ее сейчас вот готовить, эту траву. А потом курам зимой, например, давать. Сказали, очень даже можно. Еще сказали, крапиву сушите. Ой, я про крапиву это действительно вообще забыла. Мне когда-то тетя давным-давно еще говорила, что если когда-то буду держать кур, то обязательно готовить крапиву летом. Ой, это лет 30 назад было, когда она мне про это проговаривала. И я прямо так это воодушевилась, когда мне сказали про крапиву. А у меня несколько островков есть крапивы. Ну, не несколько, а как. Вот она вот тут растет. Здесь щавель вот сколько-то в этом году хотела убрать. Потом думала, да ладно, сейчас свеженький пока поедим. А вот тут вот крапиву, сейчас я ее буду, значит, постоянно резать и сушить. Вот, и там где-то вот еще крапива у нас есть. Ну, в основном в сирене, больше-то здесь нету по участку. А вот в сирене-то можно по нам выбирать. Спасибо, спасибо, мои хорошие. Спасибо за советы. Прямо я так рада, что у меня есть канал, что вот только спросишь, даже между прочим, какой-то вопросик, тут же мне посыпятся ответы. Спасибо, мои дорогие. Я очень рада, очень рада, что вы у меня есть. Деревья плодовые очень сильно набрали цвет. Невероятно, но прямо... Вот это вот слива. Слива. Вот сколько цвета в этом году. В прошлом году нифига не было. А в этом году, ну, не знаю, вот если не замерзнет, то сливы будет много. Опять, куда ее потом девать? Слива терновник, она еще называется. Терновник. Многие спрашивают, такой терновник, это дикая слива. Сладкий, сладкий такой плод. У нас ее очень много. У нас вот там еще ряд был, это сливы. Мы убрали в прошлом году. В прошлом году убрали только. Уже просто старые ветки, они загораживают уже всю эту площадь. И убрали. И там еще у нас вишня была. Но вишня у нас почему-то никогда не плодоносная. Так, так. Чуть-чуть, немножко. Я смотрю, вишню вообще у меня у соседей все поубирали. Одна, говорю, спросила у женщины, говорю, а что вы вишню-то убрали? Вроде у вас хорошо. Она говорит, ой, да мы замучились с ней. Говорит, вот чуть прокараулишь, говорит, и тут как тут птицы. И сетками накрываешь ее, а потом снимаешь. Никто ничего не ест, никому ничего не надо. Ну, в общем, тоже вот каждая семья оставляет то, что ему надо. Конечно, меня здесь очень многие, нет, не многие, наоборот, многие поддерживают, хвалят, как-то советуют, да. Но есть такие единицы, ну, на любом канале, да. Вот начинают хаять. Вас не смотрит канал, потому что вы лентяйка, потому что вам ничего не надо, вы ничего не хотите, вы ничего не можете, вы ничего не умеете. И зачем вы же такую жизнь прожили, что вам ничего не надо? Ну, может быть, с их точки зрения мы очень большие лентяи. Но я, конечно, читаю, смеюсь, кому-то отвечу. Ну, ни одно сообщение не удалила, никого не заблокировала. Пусть хоть кто-то прочитает, какие мы плохие. Какие мы такие-сякие лентяи. Вот лентяи. Вот это слово лентяи прозвучало в трех-четырех, наверное, этих сообщениях. Я так задумалась, думаю, может быть, правда. Мы мало работаем, может, надо больше еще работать. Я, правда, одной женщине написала всю свою деятельность на данный момент, ленивую, что я делаю, что я могу. И спросила у нее, что она делает. Она сказала, она работает мамой. Ну, вот я ответила тоже. А я работаю пенсионеркой. Я мамой уже отработала. Ну, вот это вот молодые, амбиции много. Им кажется, что мы должны больше работать. Вот вчера здесь пообедали, плов поели. Тоже куча замечаний. Не так поздравили, не так сказали, не так ели, не в той последовательности, не с того места. Короче, вот... Я не скажу, что люди есть прямо плохие и хорошие. Мы все люди одинаковые. Просто у нас мозги по-разному думают, по-разному мыслят. Еще сделали замечание по поводу роликов, видеороликов таких или вставок про котят, что мы очень много их показываем. И нужно делать со словами, без слов, с музыкой не надо. Это вот очень утомительно. Возможно, вот это я приветствую. То есть не приветствую, а постараюсь исправиться. Действительно, если показываю котенка, значит, я что-то сказала и пошла дальше. Котята через пару месяцев будут совсем большие. Они уже будут бегать на улице. Уже в кадры будут подать редко. Показывать мы их будем очень редко. Так что это временное все равно явление. Животные потом, может быть, буду больше показывать курочек. Опять будут ругаться, что курочек не надо показывать. Но если мы доживем до курочек. Я все равно готовлюсь, я все равно читаю про это. Я все равно хочу этих курочек. Ну, в всяком случае, на год-то точно, до следующей весны. Хочу немножко бролеров и хочу курочек. Ну, я уже миллион раз проговорила, но на год это точно. А потом видно будет. Если поедем куда, значит, уберем и поедем. Приедем снова, возьмем без проблем. С курицами это прокатывает очень даже. Люди на лето на одно берут, пока в садах, на дачах. Это правильно. Это правильно. Я как-то вот к животным почему-то вот с годами очень-очень так это отношусь положительно. Я, кстати, больше канал смотрю, где животные. Не растениеводство, а где животные. Огороды действительно меня не... Ну, как бы не прещают. На это я не смотрю. Хоть меня обозвали несколько человек, что я лентяйка. Ну, лентяйка. Не то, что тут даже не в этом смысле лентяйка. Просто люди, наверное, сами никогда не делали, ничего не пробовали. Только смотрят, да, что кто-то... Вон сейчас в деревнях-то мало кто огород сажает. У меня знакомая, она говорит, зачем мне этот огород? У нас, говорит, осенью приезжает машина, за копейки покупаем. Я, говорит, даже хозяйству своему, она хозяйство большое держит. Своему хозяйству, говорит, покупаю все овощи, и картошку, и все овощи за копейки. Зачем, говорит, я буду здесь еще силы гнуть, спину гнуть. Я понемножку все делаю. Цветов немножко, там, овощей тоже немножко. Думаю, может, теплицу поставить. И тут же написала своей знакомой, тут недалеко от меня живет, я говорю, ты в этом году торговать-то будешь овощами? Она говорит, а как же? Тебе оставлять? Я говорю, мне надо не оставлять, а я полностью буду покупать. Она все, все излишки, она даже много сажает. Она живет без мужа с двумя детьми. И сажает огород большой, она не работает, она дома. И занимается именно, рассаду продает, и потом овощи продает. И у нее три теплицы в этом году, по-моему, четвертую поставила. И она торгует прямо на рынок, ездит и все. И мы каждый год у нее покупаем огурцы и помидоры. Сколько нам надо, столько мы и покупаем. Прямо зеленые берем. Потом они у нас пеют потихонечку, если никуда не поедем. Вот или красные сразу. Она цены уже устанавливает, рыночная цена и все. Вообще без проблем. Точно такие же свои помидорки. Она любит заниматься огородом, да? Я считаю, что это правильно. Ей нравится. Ни хозяйство, ни курочки, ни собачки, кошечки, а именно огород. Именно растишками. У нее все заставлено и в доме все сделано под растения, и в огороде все под растения. У нее больше ничего нет, кроме как огорода. Ну, как двое детей. Мужа даже нет. Она занимается одна, как у моей мамы. Я прямо все время сравниваю ее с моей мамой. У меня мама также двое детей было, и она одна, без мужа. И она также занималась огородом. У нее огород был вообще, это в первую очередь. Но она и хозяйством в самом начале, пока молодая была, хозяйством занималась. Потом поняла, что огородом заниматься выгоднее, продавать выгоднее. И стал заниматься огородом. Ну, вот кому что, да? И все правильно. Все правильно. Ну, а кто мне написал какие-то там, может быть, нелицеприятные, какие-то комментарии, ну, очень даже достойно. Я из всех минусов, из всех таких слов взяла для себя на вооружение, что вот это не буду. Не буду вас называть больше ребятами. Не буду показывать вам котят под музыку, только со словами. Вот. По веранде, что на веранде приготовила, вообще молодцы, мне написали. Хотят видеть и вблизи, и издалека. То есть, надо не лениться, то есть, не один раз выставить камеру, да? Так проговорить вам, потом поставить камеру на стол, ну, как бы навести на стол и показывать вблизи. Ну, и так будем. Так что, всем все понравилось. Очень даже спасибо вам за комментарии, за хорошие, за такие отзывы прямо прекрасные. Вот. Ну, там тоже есть некоторые не очень. Ну, как не очень, опять же, вот я опять же оговариваюсь, да? Нормально. Все мы люди разные. У всех мнения разные. Ну, все правильно. Все написали правильно. Все пожелали правильно. Я буду прислушиваться, я буду делать так, как хочется моему зрителю. Ну, и вас, наверное, будут называть мои зрители или как? Как вас еще называть? Или вообще никак не обращаться, наверное, да? Просто так вот, как я сейчас пытаюсь говорить, не называя никого. Просто так, в общем, ну, следить за своей речью. Я и так стараюсь, чтобы не употреблять слова-паразиты, как бы не икать, не мыкать. Хотя вот проскакивать даже сама, начиная монтировать, и прямо чувствую, что можно бы, ну, поинтереснее говорить, правильнее. Но я буду стараться. Учиться никогда не поздно. Правда же? Ладно, буду вас слушать, применять. Это все правильно. Все, всем пока-пока и до новых встреч. Ребята, впервые видим вот это чудо. Ребятки, Милка, ты как там оказалась? Солнышко ты наше, красавица ты моя ненаглядная. Ой, Ласка, тебя-то мы там обозреваем. Что, спряталась, смотри-ка. Спряталась. Ой, у меня даже слезы побежали. Милка, девочка ты моя, как ты туда забралась-то? Ты, наверное, боишься теперь спустя... Я же вот только смотрела, их тут не было. Нет, если бы боялась, она бы мяукала. Ага. Ты моя солнышко, ты моя хорошая девочка. Надо же. Научилась, забралась. То она могла только здесь забраться, вот по этому стояку. Ильгиз один раз ее увидел, что она начала подниматься. Да, Ильгиз, немножко? В самое начало. В самое начало, говорит, только залезла. Вот эти штуки надо бы обрезать. То они так некрасиво на видео у нас. Вот Ильгиз, кстати, начал делать джутом вот эти вот свои уже конструкции. А уже закончила, деревка кончилась. Ну, немного, да, у нас этот раз привезли. Вот следующее вот это вот уже будет. Ну и потом уже здесь хорошо будут кошечки наши лазить. Вот сказали снимать их вот таким вот образом. Разговаривать под музыку никому не нравится. Так что будем мы с вами, мои хорошие, только разговаривать. Хотя мы разговариваем, а потом под музыку пускаем. Да надо же. А? Ласка. Ты у нас старше на две недели. У тебя все получается на две недели раньше. Сыка, она прячется как будто бы. А спать ложится. Спать ложится, ага. Они вообще, кошки же, ведь на верхах любят сидеть. Ну, ты меня порадовала, Милка. Умница. Умница моя хорошая. Монтировала видео. И тут пошел дождь. Выхожу, и дождь-то все-таки идет. Ну так, хорошо. Укладываю там. Значит, поливать не надо. Ой, как здорово. Как мне в этом году нравится. Здорово, здорово. Дождик идет. Когда надо. И тепло, и жара. И дождь идет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»